В лаборатории бывают вообще разного класса опасности, начиная с этого. То есть, и на самом-то деле, вообще ученые, они получают допуск в лаборатории. 12-летний Владимир Дунаев с детства мечтает стать биологом. В свободное от учебы время он проводит опыты и выращивает дома растения. Но почувствовать себя настоящим ученым-биологом Владимир смог только сегодня в детском технопарке изобретариум. Изучал клеточное строение кожицы лука под микроскопом. Я здесь впервые. Мне понравилось тем, что учитель все хорошо объяснял. Мы рассматривали лук. Я хочу дома провести эксперимент. У меня дома растет фасоль смоченая. Я хочу ее рассмотреть под микроскопом. Допуск в лаборатории изобретариума сегодня получили учащиеся Реутовской гимназии «Флагман». Им посчастливилось стать первооткрывателями проекта «Учебный день в технопарке». Специальные кванты изобретариума школьники Реутова и даже Москвы будут посещать теперь каждый день. В первой половине дня. Закреплять изученную теорию практикой, изобретать и экспериментировать. Для школьников будут практикумы по биологии в рамках сотрудничества со школами города Реутова. А вообще у нас работают уже сначала открытия кружки по микробиологии, по проектной экологии и по занимательной практической химии. В этом году для школьников здесь также откроются практикумы по информатике, программированию и физике. А в 2020-м ребята смогут работать и в производственной мастерской изобретариума. Со следующего года направление мы планируем увеличить. Будет доступно такое направление, как технология, но это совершенно уже в другом формате, не так, как она преподается в школе. То есть это работа в нашей производственной мастерской на станках с ЧПО, с использованием 3D-принтеров. То есть такая технология современного производства. Насколько будет востребован новый проект «Учебный день в технопарке» покажет время. Но то, что Реутовский изобретариум – это изюминка дополнительного образования Подмосковья, с этим не поспоришь.